Доброе утро, дорогие телезрители, и, конечно, мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодня я хочу вас немножко потерроризировать. Хочу спросить, а вы после уборки теплиц, вы посеяли там белую горчицу? Не посеяли? А теперь что, затылок чешете? Вот правильно, потому что все же надо делать вовремя. Ну, я не за то, чтобы вас там поругать или как-то там пристыдить, до глупости все это. Я хочу сказать, что уж коли вы этого не сделали, то все-таки есть выход. Посмотрите, конечно, белая горчица, посеянная в теплице осенью, она долго растет, когда она дойдет до цвета, да, не зацветет, дойдет до цвета. Вот тогда ее надо перекопать в почву. Что делает белая горчица? Она, во-первых, улучшает качество почвы, избавляет от таких заболеваний, как фитофтора и фузариоз. Это очень, это те зверюги из заболеваний, которые портят нам всю красоту в этих теплицах. Естественно, она обогащает почву и борется с вредителями. Так вот, посмотрите, я вам предлагаю все-таки не горчицу, а горчичный жмых. Ну, расход его не так уж велик, а польза от него очень большая. Это органическое удобрение с инсектицидными свойствами. Применяется для отпугивания почвы обитающих вредителей проволочника, хруща майского жука, морковную луковую муху, подгрызающая совка, которая все вот так подгрызает, все листья и всю рассаду. Значит, нематод положительно влияет на фитосанитарное состояние почвы, угнетая мицелий патогенных грибков, фитофторы, фузариоза, уменьшая поражение корневыми гнилями. Это ведь очень важно. Работает хорошо на картофеле, на моркови, огурце, томате, перце, баклажане, луке, чесноке и так далее. Что находится в составе вот этого вещества органического, это не химия, девочки, это переработанная, ну как это сказать, переработка семян горчицы. Порошок отдельно, а зелени, все оболочки отдельно. При этом полный комплекс питательных элементов оптимальным для растения сочетания. Фосфор 41%, вы представляете себе, калий до 29%, магний 11%, железо 1,2%, микроэлементы бор, медь, цинк, марганец в органической форме, что способствует главной минерализации и равномерному питанию растений. Ну лучше не скажешь просто. Вот если вы все-таки рискнете и воспользуясь вот этим, да, ваши растения будут защищены так же, если бы вы посеяли белую горчицу. Но есть еще одно вещество, про которое вы практически, ну почему-то не помните. Мне очень обидно, почему вы не помните о таком прекрасном веществе, как мука фосфоритная. Мы же уже себе там, не знаю, все мозги выломали, а монофосфат калия, а этот суперфосфат, да все замечательно. Посмотрите, мука фосфоритная, единственное, ну как это называется, единственное месторождение, где вот эту вот муку фосфоритную добывают, и она в таком вот составе веществ находится, это Егорьевская. Оно эффективно при внесении, внимание, у нас таких участков много, внесение в кислые, болотные, дерноподзолистые почвы обогащает выщелочные черноземы. Представляете себе, да, это уникальное просто. Фосфоритная мука при внесении в почву нейтрализует физиологическую кислотность азотных и калийных удобрений, снижает содержание нитратов в растениях значительно сильнее, чем известь связывает в почве подвижные, вредные для растений формы алюминия, марганца и железа. Мы зачем раскисляем почву? Этот процесс почему должен происходить? А потому что вот содержание вот этого алюминия, марганца и железа в формах неприемлемых для растения, кто-то должен связать их. Вот известь связывает, да, доломитовая мука связывает, но эта мука фосфоритная сделает это гораздо лучше и гораздо чище будет ваша почва. Значит, ну, применять тут все на пачке написано. Я просто хочу сказать, что вы можете вносить в компосты, то есть смешивать сразу, обогащая, а потом уже вместе с компостом все это вносить в ваши там теплицы, грядки и прочее удовольствие в парники. Это можно вносить в виде компоста с фосфориткой и, естественно, под стволы деревьев, под их крону. Это же все не просто питание. То, что полезно и то, что растению горе не принесет, а уж тем более в плодах нитратов не наедимся. Вот мы все время забываем, да, конечно, хорошо, подогнать растения, ах, мочевинкой там, ага, настоим навозико. Знаете, все-таки, если вы один раз весной сделаете все как положено, у вас все лето голова болеть не будет. Ой, я это забыла на яблоках там, ага, появилась. Ой, да забыть можно все, у нас уже по старости лет уже нету такой памяти. Но написать себе, что я должна сделать весной, приготовить почву на грядках, что для этого надо, что нужно для лука, для чеснока, для морковки, не забыть про такие вещества, которые и вредителей отгонят, еще и сделают почву удобоваримой для наших любимых растений, для того замечательного урожая, который нас всю зиму кормит. Вот очень короткий сюжет, на этом закончу. Всего доброго вам и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова